Здорово, стратегические джебжики, как сами-то? Видите и слышите Алексея Халецкого? А это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за инков Sid Meier Civilization VI на последнем уровне сложности на божестве с челленджем отрастить самую большую... хотел сказать... короче, самый большой город вырастить на планете Земля но подробности челленджа в первой серии если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, там все есть ну а спонсоры канала, все серии могут посмотреть сразу в плейлисте специальном, ссылка на который тоже и в описании, и в прикрепленном комментарии еще раз спасибо за поддержку за то, что в это сложное время находите средства как-то спонсировать канал, чтобы я выпускал видео хорошо, давайте продолжим так, у нас тут еще шпион появился один у нас в Чинжу пока прокачивается второго куда нам отправить? а, ну вот давайте в Сиань тем более, что тут побольше денежков можно ну, шпион появился, потому что мы разведательное управление достроили так, теперь открыли открыли строительную инженерию, да можно губернаторский титул, фермы на лугах чудес и строители больше действий быстрее строятся ну идем в колониализм точнее на самом деле мы в охрану природы идем и нам нужен археологический музей археологический музей начну в Кахомарке строить окей дальше открыли мы тут открыли, по-моему то ли астрономию, то ли астрономию, по-моему, я открывал, чтобы ускорить так индустриализация пока не могу ну давайте, наверное, военную инженерию селитру заодно откроем все-таки не буду я пока Акведук я не вижу вообще смысла в Акведук и тут нигде для себя последнего губера берем и в Кахомарку блин, а может, знаете что? может, давайте поменяем местами я хочу, чтобы Мокша из Кахомарки влиял на так, Мокша в Кахомарку ну, естественно, Амани обратно туда в Альянтай Тамбо так, и мы можем еще прокачать кого-нибудь наверное, Пингалу на культуру пока так даже аквакультуру еще не хочу у Лянтан делать так, зашибись зашибись а я кучу надо будет выкупить эти клетки потом у Анако ну, когда мы рощу построим Колизей запретный город это все не у нас паводки и бури Акелу Кисевань я достроил это значит, что у моих городов-государств во-первых, три посла добавилось плюс 15% к типичным бонусам и если двух подобных то еще плюс 15% так, что надо один ну, у меня нету больше промышленных мы вообще не нашли возможно имеет смысл засоюзить вот эти два да, наверное так и сделаю два вот этих на веру теперь будет плюс 15% ну и Наску мы будем все равно вот тут использовать вокруг построим линии Наски вокруг вот этого заповедника так распространяем религию тут я тут мы сделали 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 так ну надо отходить наверное эти вот тут ферму и этот у нас паренек так вот этот у нас бежит сюда а этот значит сюда блин вот тут я все-таки наверное зря сделал тоннель я теперь понимаю ладно сюда встану чтобы засвечивать что тут не появились варвары какие-нибудь у нас там бежал какой-то рабочий но мы в другое место его отправим так 4-4 клетки да тут все куска правильно кахомарка правильно клетки я посмотрю чтобы там дальше чем 4 радиуса не было посмотрите какой классный здесь тоже да вот тут правда видите нету престижного но тут кстати вот скорее всего эта клетка влияет разграбленная разграбленная клетка минус один дает так что надо чинить как раз туда и отправим нашего рабочего давайте пускай убьет коня ну и фиг с ним что он так не апгрейдится никуда блин 10 еды уже ну давайте в кахомарку тут еще и три производства блин вообще наверное зря у меня в куска нету жилья блин да я зря сейчас отправил у нас в куска нету жилья и вообще ничего не построить на жилье ну акведук нет так тут мы ждем позиторых валент айтамбо гавань начинаем строить потом мы достроим этого латника 11 ходов гавань а тут два хода до гавани то есть два хода до каравел все обращено знаете это в чинду остатки вбросим три заряда тут все равно на два действия строителям пока так оставляем и у нас 900 веры надо каких-то рабочих наверное так сколько у нас до конца эпохи 10 ходов будет вообще должны золотой век еще попытаться выйти ту значит покупаем строителя покупаем супу верфь или универ наверное все таки универ дальше у нас священные места блин я не туда пошел я же рабочего делал чтобы сюда пойти ну ладно мы все равно гавань делаем давайте я вот так сделаю чтобы не забыть я же хочу тут овец убрать чтобы священное место поставить так вкускоразведывательное управление готово больше шпионов не построить вот нету никаких тут зданий кроме акведука мне бы конечно канализацию открыть но далековато до нее вот она ладно банк тогда пока банк колониализм ускорили дороги усовершенствованы тут на производство давайте даже вот так сделаю так железо там все хотят не буду пока продавать поменяли местами губеров посмотрим могу ли я лошадей продать нет не могу так надо за веру еще что-то все-таки ну я за веру могу миссионеров апостолов хочу ли я вообще тут сильно прям так распространять религию уже дальше может типа сделать все-таки парочку апостолов чисто с буддистскими этими повоевать друзья нос по-моему вообще да плюс 10 к мощи так что я думаю надо пока у нас до следующего голосования 11 ходов давайте от двух апостолов сделаю еще в надежде повоевать ими этот нас чисто на распространение тут религии но вера у нас дофига что нам еще покупать не проходит по ну я хочу на помощь этому против этого блин кого там перекупили Буэнос-Айрес нет это не дело Буэнос-Айрес нам счастье дает сейчас мы вернем славенько о наводнение ущерб перед отвращен получили клетки вау так селитра я вижу уже как минимум одна есть это у нас не минимум одна у нас просто одна ну ладно мы что-то не особо в войну идем ее обрабатывать тут постоянно покупаем строителей до конца эпохи дальше перекупаем Буэнос-Айрес до 6 доведу так уже уверенно себя чувствовать так сколько уже в нашей религии франция 26 инки 16 да надо с французскими надо с французами будет повоевать апостолами я думаю вот биологической силе и пойдем искать его там миссионеров апостолов куда-нибудь в сторону франции заодно исследуем территорию с утроенной силой всех соседних воров ну такое снижает на 75 влияние других религий ну давайте это возьмем и вот куда-то сюда пойдем еще напоминаю у нас пока золотой век мы еще у меня вот эти все миссионеры быстрее двигаются у фридриха барбарусы можно написано нет доступных поэти вроде было написано что он продает красители а они мне не нужны потому что краситель от буэнос-айроса я наверное получаю да ну пойдем сюда не пойдем сюда не хочу покупать по клетке потому что я хочу покупать здание в заповедниках которые я открою так вот теперь я точно не из куска хочу отправлять давайте из чан-чана отправим все наконец-то я с этим лагерем разобрался господи сколько времени это понадобилось на это так дальше наверное порох открою о вернулось видите реально минус один давала вот эта разграбленная клетка вот теперь какая красота здесь у вас столько всего черного ну это ацтекам не нравится когда у других цивилизаций больше люксов чем у них а у нас их дофига так жду следующим ходом открываем каравеллы можно можно карточку на апгрейд поставить и есть рыбацкое судно еще и деньги начинает давать так здесь я пожалуй прямые ну короче в индустриализацию тут мы точно мушкетером никого не уничтожим дальше в колониализме на другом континенте чем кстати у нас довольно много по-моему на другом континенте а нет два два три города всего лишь ладно три города каждый город государство с юзереном рыбацкие суда плюс производство внезапно рыбацкие суда стали крутыми клетками видите что производство и деньги еще получили так ну дальше естественную историю но нам надо будет еще археологический музей конечно построить тут наверное все-таки вот это плюс один перемещение хотя не плюс один к перемещению круто поэтому чисто скидка в стоимости пока сюда поставим и апаем каравеллы еще еще кого-нибудь апнуть но этих мушкетеров если бы у нас селитра была а так в принципе все куда у нас о блин надо бы попробовать сбегать на самом деле тут рыцаря дадут у них аэропорта я им разношу религию но правда они аэропорта рыцарями защищают или нет это наверное у этих рыцарей тут сейчас происходит рыцарский турнир прям на взлетной площадке так где там могут быть интересно миссионеры ну погодим как-то вот как-то вот сюда пока пойдем так чан-чан узко вырубать этот тропический лес не вырубать я вот думаю здесь можно какое-нибудь тоже чудо кстати поставить по-моему как раз касса а с правительственной так собор статуя свободы тори дебилен может тори дебилен еще попробовать ну блин я что-то не думаю что тори дебилен это классно если вы торговые пути на деньги отправляете из этого города я что-то не думаю что я прям буду отсюда отправлять что-либо не знаю ничего не хочется строить так что он с промышленной зоной плюс один ну вот я могу сюда промышленную зону а сюда акведук вот как-то так сделать давайте наверное так и сделаем наоборот потому что акведук жилье даст и универ даст жилье так так здесь можно лесопилку сделать монтовали и продолжаем каждый ход покупать строителей тут ждем город на море ждем это явно будут цитику тут рыбы и крабов вообще так тут лечимся что-то коником тут мне кажется стоять засвечивать на всякий случай он вылечится я его удалю мне больше не нужен я думаю он свое дело сделал конь свое дело сделал конь может уходить маяк ну вот кстати прибыл лучник уже поздновато так надо его куда-нибудь вернуть давайте в кахомарку пускай служит в кахомарке и сейчас поплывем наконец другие странные цивилизации о да 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 тут я давно хотел ну тут вырубаем конечно же овец и уанако после гавани будет священное место когда 10 жителей наберется думаю еще вот здесь все-таки я сделаю и вот хотя непонятно считается ли считается ли горою эверест конечно должен считаться но не факт так выполнение заданий быстрее не видать буддистских миссионеров не с кем биться в теологических баталиях сейчас чисто хочу проверить да ну все моя система тоннелей ингская сделана лучше тут уже больше ничего не сделать я бы это назвал все-таки системой телепортов даже тут я просто хочу еще священное место я поэтому не обрабатываю клетку на плюс два тут на плюс три но это соседство с заповедником поэтому не надо эту клетку занимать ну пошли сюда наверное тогда не хочу тратить деньги на выкуп клеток селитру уже могу продавать но пожалуй пока накопим может мне сменить теократию на торговую республику все-таки за счет теократии ну хотя бы высшие религиозные силы ладно если я хочу побиться апостолами давайте пока религиозную силу поддержим кстати я обратил китай да китай обращен в буддизме франции и корея на том континенте конечно католит мне кажется монтесума все-таки на каком-то своем отдельном континенте находится это двух апостолов нет подождите а тут строители а можно апостола просто думал я куплю апостола то уже строитель типа не влезет в город а я забыл что у них разные разные эти слои куска банк уже построен блин надо что-то чтобы мы росли но акведук некуда просто некуда не хочу я сюда его темпло майор а кстати темпло майора почему бы и нет в принципе неплохое место будет его конечно лучше вот на эту клетку но туда столица не дотягивается если туда ее не ладно мне кажется все-таки не стоит оно того монумент точно не надо водяную мельницу ладно наверное следовательские гранты давайте читать какие у нас там великие люди вообще я даже не смотрел еще адмирал броненосец слушайте а можно следующим ходом попробовать его купить броненосец с повышением это круто ну и Эйнштейн да читаем промышленная зона готова мастерская потом амбарчик деньги сейчас нам надо археологический музей купить будет так ну в принципе последние города последнее расселение инков я думаю стоит заслуживает лайка заслуживает лайка комментария вот ссылочки сейчас появляются на мои социальные сети а если вы еще не подписались то подпишитесь конечно же на канал что ж вы без подписки смотрите видео как так можно супер спасибо бросить такой донат только для записанных видео пока извержение идет ну и спонсорство спонсоры всей серии смотрят сразу большое спасибо им за поддержку и вообще жевжики патриции на моем канале так открыли прямые паруса и следующим ходом индустриализация хотя нам конечно важнее так могу ли я археологически сейчас купить 580 фиг мы столько денег наверное я думаю найдем ну хотя вот лошадей можно вот так продать предположим так теперь что у нас с железом 17 ну давайте это не будем продавать так что с селитрой я сейчас надеюсь 380 денег набрать так у этих о о 75 зашибись кажись практически набрали так осталось буквально 4 деньги кстати с китаем надо дружбу заключить нам нужно 4 вот ты за единицу однократно 10 отлично так теперь дружбу какой с ним союз экономический а вот кто-то если кому-то из них Корея объявит войну будет очень неприятненько а Корея может например Германия объявить войну и Франция ну ладно Франция там далеко так сразу археологический музей покупаем чтобы я не потратил деньги эти блин 580 черт что-то я 380 ладно давайте еще попробуем продать мирового влияния больше ж мне нечего продавать в общем-то шедевры я не буду редких ресурсов нет стратегические лошади железо и селитру я уже продал но это смешные предложения короче мне надо у него только сотка может быть да вот сотку ты мне за сколько заплатишь за 3 влияния нет за 10 за 11 блин только что же платил прикол ладно так и нам еще еще 90 надо там еще готов был нету денег нету денег вот у кореи есть деньги смотри что-то много хочет да ладно ладно нам надо соглашаться потому что чем быстрее мы откроем это здание в заповеднике тем круче а блин еще амфитеатр теперный фак что-то я немножко перемудрил ладно один ход национализм откроем там многовато ну то есть можно было на 70 меньше выцеганить денег а что-то я пока в золотой век не выхожу 6 ходов осталось давайте овечек обработаем вообще давайте удалим лес и тут террасу сделаем ладно этот оставляем все-таки этот лес пока у нас ни на что не влияет тропический два раза больше с утроенной силой ну вот давайте с утроенной силой отправим в Германию я думаю а тут тоже с утроенной тоже в Германию это это у меня третий шпион или что так в общем вкус ловко а я союз с Китаем заключил блин я забываю эту фигню ладно втиноч Светлана наверное тогда забываю что к союзнику невозможно отправлять шпионов вантовали постоянно покупаем строителей блин я же хотел адмирала о берем очень крутой адмирал армаду формировали тоже прикольно но здесь он хорош тем что вы получаете во первых очень современный юнит до которого мне еще кстати я его даже не открыл а во вторых вы можете просто удалить и у вас будет дополнительная дополнительный этот уголь так где тут дороги ну и где ваши миссионеры буддиски выходите биться будем биненштейн круто я бы о рощавая куча и надо вот эти клетки выкупить значит кайф блин все-таки это очень что-то круто конечно при игре через заповедники за кстати я же еще не сделал своего уникального юнита еще вау ну давайте у нас 6 ходов остается так давайте думать во первых я селитру могу использовать да лошадей кстати это не считается вот это у меня бегал это не считается что я лошадей до сих пор еще не делал лошадей железо я использовал в общем надо копить селитру лошадей сделать это по одному очку да и плюс можем великих людей каких-нибудь кроме того я куда-нибудь тут выхожу в какую-нибудь эпоху тут я уже вышел вот выхожу промышленную эру так дальше мне бы еще пуска до 20 жителей жилья мало пуска 20 жителей тоже даст стать сюзереном какого-нибудь государства первого гранату могу засюзеренить тоже даст очки я буду первым то есть два очка по идее я вижу как тут можно выйти по идее я вижу как мы тут золотой век выйдем этим надо очень конечно побегать а у меня не было еще скаута по-моему где-то был еще скаут нет или его наверное убили уже когда-то у меня точно два скаута было вот не помню куда второй делся да по-моему его где-то вот тут убили так ну тут кампус что со священным местом есть плюс три может священное место на плюс три что с промышленной зоной плюс один например то есть вот сюда священку сюда можно промышленную зону сюда кведук на будущее что я бы наверное священку пока делал бесплатный военный что там было написано а куда что-то тут происходит с юнитами Германии вообще непонятное дело так плюс плюс один к промышленной эпохе уголь рудников практически нету это у нас углем ага вот тут уголь на лесе да но мы его можем вырубать кстати рядом с промышленной зоной очень круто получилось этот я не буду обрабатывать сорян это повлияет вот на все эти клетки вокруг а вот этот да этот мы обработаем так тут тоже холм значит овец убираем и тоже будет терраса так не из куска давайте из уанука тут много гор синеряк корею обращать тут все-таки ближе с утроенной силой все равно ну тоже кстати обратите внимание франция тоже сделала заповедник который нихрена не работает правда нету рощи но даже без рощи видно что нету веры соответственно тут всего лишь притягивающие вообще ничего не дает ну и половина клеток еще для не знаю может конечно она построила чисто присоединить но это немножко тупо будет мне кажется если чисто для присоединения умса так ну что гранату союзим надо понимать сколько у меня очков конечно немножко жалко мне граната не нужна итак 99 5 очков нам не хватает нам нужна лошадь так дальше мы копим 10 селитры я лучше здесь лошадь сделать а тут стоп мы покупаем блин опять потратил деньги да господи что со мной не так в прошлым ходом накапливал накапливал 580 это я за 2 хода строим за 3 хода ладно блин кстати вот сейчас я еще использую уголь тоже плюс одно очко и я надеюсь еще может какие-то цивилизации встречу блин валет то есть валет течет и блин вот надо будет валет то конечно союзить нам точно нужна валет то да мне надо куда-то сюда отправить караван чтобы вот тут дорога была проведена наконец-то тут город ставлю все расселение закончено для инков ой я могу тут террасу делать слушайте это вообще круто на на этом месте а то вообще город не рос пустыня еще делать террасы это зашибись а вот что тут было за надпись это я пришел забрал и получил рыцаря точно точно так вообще я хотел предприятие на аяку сделать я вспомнил вот сюда нам надо идти предприятие делать потом идти сюда вырубать сначала маяк потом священное место туда как раз до 10 вырастет летило паровой двигатель я вообще паровой двигатель открыл чтобы железную дорогу еще построить так мокша в кх марке а мания тут три очка осталось ну то есть одну очку мы за лошадей получим одну очку за селитру получается да должны в золотой век выйти но выйдем ли мы в золотой век я думаю уже в следующей серии я вам покажу и сам узнаю потому что фиг знает знаете вот чувствую я немножко затормозился с ростом городов на же самое главное города вырасти а я вот какой-то предел по жилью достиг и дальше и дальше не растут Тут же Я вот чувствую, что по науке все зашибись Да, просто обратите внимание А зашибись, хотя из-за большого Количества жителей У меня даже компуса особо не так уж и много Чтобы их было Но с этим буду уже решать в следующей серии Для зрителей Она выйдет завтра, спонсоры канала Желжики Патриции уже могут сейчас поискать В его вкладке сообщества, спасибо за поддержку На этом все, играйте в умные игры Слава Украине и Живе Беларусь, всем пока Я Алексей Халецкий, тот кто сделал это видео Лайк, комментарий Подписка, возможно Супер спасибо и спонсорство Спасибо за поддержку, до следующих видео